Мы будем следить за тем, как развиваются события, а пока об еще одной проблеме, которая тоже касается электроснабжения республики. Вопрос не жизненно важный, но крайне острый с точки зрения безопасности. Речь идет об уличном освещении. В Сорске на некоторых улицах его попросту нет, причем давно. Репортаж Виктора Бурова. Жители улицы 50 лет октября в Сорске уже давно чувствуют себя отрезанными от цивилизации. Когда здесь было уличное освещение, никто уже и не помнит. Прежний глава города дал надежду, что 7 лет назад фонарные столбы заменили, но вот новые светильники так и не установили. Ночами здесь кромешная тьма, причем круглый год. Тут как-то перерыли канализацию. Идешь в обход по дороге, по проезжей части и не знаешь, задавят тебе или нет. Но свет надо же придумать, чтобы у нас что-то по-человечески было, что ли. Больше всего люди опасаются за детей. На неосвещенных улицах часто встречаются бродячие собаки. Многочисленные обращения в администрацию города так ни к чему не привели. В мэрии всегда один ответ – денег нет. Решать проблему с освещением и не только жителям Сорска предлагают самостоятельно. Нет ни света не убирают, ни дворников у нас нет, никого нет. Мы сами себе живем. Как хотим, так и живем. Сами убираем двор, сами чистим. Все делаем сами. Власти Сорска разводят руками. Пока провести освещение на улице 50 лет октября не представляется возможным. По крайней мере в этом году. Деньги в бюджет не заложены. Впрочем, и то, что средства появятся к следующему сезону, тоже маловероятно. У нас бюджет города очень с большим дефицитом. Вот, допустим, на ЖКХ, на нашу структуру, заложено всего 18 миллионов. Из них 13 миллионов – это только платежи. За коммунальные услуги, вот за это же освещение, за электроэнергию, за то, что нас обслуживает организация РЭС. Освещения нет еще на нескольких улицах Сорска. Там также заменили столбы, но фонарей нет. Когда многолетняя проблема будет решена, вопрос остается открытым. Виктор Буров, Сергей Казмин, Вести, Хакасия.